Путин объявил могилизацию. Это, конечно, не новость, но зачем он это сделал? Какие настоящие мотивы этому? Что будет с солдатами, которых мобилизировали? И смогут ли они как-то повлиять на войну в Украине? Чтобы ответить на эти и другие интересные вопросы, мы сегодня заглядем глубоко в историю. Даже своего рода переосмыслим некоторые моменты Второй мировой и разберемся, что нас ждет в будущем. Как всегда, выпуск очень интересный и познавательный. Думаю, это стоит знать каждому без исключений. Меня зовут Семен, канал Мегашот ТВ. Начинаем! Силовые структуры Для начала очень интересный момент, про который никто не говорит, но на него обязательно нужно обратить внимание. Россия – это полицейское государство. В России более 5 миллионов человек задействованы в силовых структурах. Полиция, Росгвардия, ФСБ и прочие охранники тюрьмы под названием «Россия». Причем вы должны понимать, что Россия не за один день стала полицейским государством. Еще по данным 2010 года Россия занимала второе место в мире по количеству полицейских пропорционально населению. На каждые 100 тысяч человек приходилось 634 полицейских. И потом их количество росло с каждым днем. По логике вещей, когда много полицейских в государстве, то должно быть хорошо, правильно? Тогда ведь меньше преступности, меньше убийств, правонарушений и так далее. Тем не менее, несмотря на такое большое количество силовых органов, по количеству убийств на те же 100 тысяч человек, Россия с очень большим отрывом занимает первое место в регионе Европы и Средней Азии. Для примера, в Польше этот показатель, и сейчас вдумайтесь в эту цифру, в 12 раз меньше, чем в России. Если кто-то не понял, что я сказал, то объясню по-другому. Прогуливаясь по улицам Москвы, у вас в 12 раз больше шансов быть убитыми, чем гуляя по улицам Варшавы. Не нужно быть гением или обладать большим умом и сообразительностью, чтобы понять, что силовая система в России не работает. Если вдруг мое видео смотрит какой-то зомбо-россиянин, пусть он мне тогда объяснит в комментариях, как так получается, что силовых структур в России больше всего в мире, а справляются они хуже всех. Эти же цифры не я придумал, это данные дает российское правительство, оно ведь точно не может никому врать, правильно? Но вот за что я люблю наш канал и то, что мы делаем, так это за то, что мы всегда смотрим вглубь и в настоящие причины происходящих вещей. На самом деле российские силовые структуры очень хорошо справляются со своей настоящей задачей. А задачи у них другие, не такие, как в обычных странах. Если во всем мире силовые структуры созданы для предотвращения преступлений и для расследования уже совершенных, то в России это личная армия Путина, которая создана только для того, чтобы пресекать на корню любую оппозицию, любое инакомыслие и любую свободу. Эти структуры созданы для того, чтобы управлять теми, кто не хочет выполнять преступные приказы Путина, как, например, мобилизация. Таких людей просто бьют дубинками и сажают в автозаки. И единственное, что может остановить силовиков, это если количество людей на улице будет больше, чем их самих. Но на это не стоит рассчитывать. Если кто-то надеется на то, что народ России выйдет на улицу, то не нужно тешить себя ложными ожиданиями. Например, как только объявили мобилизацию, так всплыла какая-то организация «Весна», про которую я и не слышал ранее. Что неудивительно. Например, в Твиттере у них 8 тысяч подписчиков, а в Телеграме 100 тысяч. Как-то маловато для всероссийских акций. Поэтому я могу точно сказать, что народ на улице против мобилизации не выйдет. Опасна ли мобилизация? А мобилизирует, я думаю, очень много. Далеко не 300 тысяч, как в очередной раз соврал Шойгу. Я думаю, сейчас Путин планирует набрать около 1 миллиона человек. Причем эти сказки, что их будут подготавливать, это наглая ложь. Путину нужно мясо на поле боя. И поэтому, я думаю, 1100 он бросит сразу же, без какой-либо подготовки. Большая часть из первых, кто пойдет воевать после мобилизации, никогда уже не вернутся домой. Хотя нет, вернутся в черных пакетах. Уже идет первая неделя мобилизации. По сети гуляют, ну просто, тонны видео с разных регионов РФ с бухими, агрессивными и неадекватными мобилизированными. Также есть огромное количество видео, какое им дают оружие и амуницию. Это просто сгнившие автоматы Калашникова, которые не то что не стреляют, а в прямом смысле слова разваливаются в руках новоиспеченных преступников-убийц. Уже есть информация, что эти суперсолдаты сломали 268 единиц тяжелой техники в первые же два дня. И это я говорю о танках, БТР, Градах и прочих машинах. И вы же понимаете, что нельзя так просто сломать эти машины, если бы они были в нормальном рабочем состоянии. Просто вся эта техника уже сгнила или ранее была разворована. В общем, разные шутки, мемчики, приколы, это, конечно, хорошо и нужно. Особенно в такое невеселое время. Но если смотреть на мобилизацию России более трезво, то, несмотря на все величие российской армии, ее нельзя недооценивать. Ведь Россия воюет до сих пор варварскими методами. Как по отношению к мирному населению, так и к солдатам. Как к чужим, так и к своим. Тактика ведения боевых действий российскими военачальниками удивляет, шокирует и огорчает одновременно. Если, конечно, это вообще можно назвать тактикой. Если мы говорим о наступлении, то это всегда два этапа. Первый этап – это просто стреляем из всего, что только есть в сторону противника. Грады, ракеты, танки, 500-килограммовые бомбы. В надежде на русское авось куда-то попадет. И они, к сожалению, попадают, как правило, в мирные дома, где погибают мирные люди. Второй этап – после массированного обстрела опускать в бой живую силу. Причем обычно без какой-либо подготовки и нормальной амуниции. Про разведку я вообще молчу. Они гибнут, получают ранения. Но по факту это никого не волнует. Они просто расходный материал. И проблема состоит в том, что если их много, то они могут получить временное преимущество. И таким образом даже захватить города. Как это случилось с Мариуполем и Севердонецком. Если вы задались вопросом, откуда эта тактика, то ее еще использовали во времена Второй мировой войны. Только вот спустя большое количество времени приходит переосмысление исторических событий. Ведь раньше много работала машина советская, а потом и российская пропаганда, скрывая настоящую правду от людей. Я сейчас говорю о цене победы во Второй мировой. И она очень, очень жестокая. Сейчас я для многих из вас открою истину, которую от вас пытались скрыть всю вашу жизнь. Пожалуйста, будьте сейчас очень внимательны и прислушайтесь к каждому слову. Многое станет понятным и ясным. В 1956 году благодаря Хрущеву произошло развенчание культа личности Сталина. Оказалось, он не такой уж был и хорошим, каким его пытались нарисовать. Ему в упрек ставили жестокие методы в невоенное время. Например, его сделали почти единоличным виновником в послевоенных репрессиях. Хотя нужно сказать, что тот же Хрущев был не менее виновным в них. Тем не менее, даже сегодня на России считают Сталина и якобы великих полководцев типа Жукова и Иркосовского творцами победы над гитлеровской Германией. Пора наконец-то прозреть. Они не сделали эту победу. Все наоборот. Народ победил вопреки их действиям, а не благодаря. И сейчас я вам все расскажу и докажу. Народ СССР в тандеме с союзниками победил благодаря тому, что за ними стояла правда и сила. Потому что это была действительно Великая Отечественная война. Когда гитлеровские захватчики вторглись на земли СССР, они творили ужасные вещи. Они убивали мирное население, они разрушали города, делали все то же самое, что делают сейчас россияне. Обычным людям не нужна была дополнительная мотивация, потому что другого пути не было. Или ты защищаешь свой дом, свою семью, свой образ жизни, или тебя убьют. Все так же и сегодня. Если украинцы не защитят свой дом, свою свободу, то грязные ручонки Кремля заберут и дом, и свободу, и жизнь. Единственное, с чем не повезло народам СССР, так это с их управленцами в лице того же Сталина и Компартии. Потому что для Сталина советский человек не значил ничего. Да, конечно, сколько людей, столько и мнений, и разные события разные люди трактуют по-своему, но вот цифры, цифры, это такая штука, которую обмануть нельзя. И те цифры, о которых я сейчас расскажу, вас шокируют. Вторая мировая война, особенно если рассматривать советское и немецкое противостояние, имела переломный момент, который начался под Сталинградом и был завершен в Курской битве. После нее в 1943 году стало понятно, что Германии не победить. И это вопрос лишь времени и жертв. А после Тегеранской конференции, по сути, были даже очерчены сферы влияния. И тут являются показательными многие битвы и сражения на последнем этапе войны, в которых советские войска несли сумасшедшие потери. И теперь, внимание, эти сумасшедшие потери были лишь только по одной простой причине. Стояла задача любой ценой захватить Берлин первее, чем это сделают союзники, для того, чтобы оттяпать больше сферы влияния. И пофигу на человеческие жизни. Показательным примером является взятие Будапешта советскими войсками и освобождение Парижа американскими. Освобождая огромный город Париж, солдаты США потеряли 72 человека. Да-да, 72 человека, тогда как потери немцев составили 3200 человек и огромное количество пленных. При изначальных цифрах перед битвой за Париж в 30 тысяч американцев и в 15 тысяч немцев. Что говорит о двукратном преимуществе американцев в количестве людей. В Будапеште ситуация была немного иная. При трехкратном превосходстве советских воинов в 720 тысяч против 250 тысяч советских воинов погибло аж в 80 тысяч против 48 тысяч немцев. И тут ключевой момент. Никто не пытается хоть как-то преуменьшить подвиги советских солдат. Они герои, которые освободили мир от кровавого диктатора Гитлера. Но при этом всем советское руководство было ничем не лучше, чем тот же Гитлер. Они совершенно не умели воевать тактически, а брали только лишь количеством, пуская своих солдат в расход. Спустя 80 лет ничего не изменилось. Сейчас путинские преступники десятками тысяч гибнут в Украине. А Шойгу врет, что погибло 5937 человек. Даже российские пропагандисты говорят, что это полный и немыслимый бред. В советской истории, а сейчас и в российской, всегда пытались рассказать, что американцы не участвовали в войне, а только пришли на все готовое. А какой-то там маленький ленд-лиз вообще ничего не решал. Что ж, сейчас будет шок информации, особенно для всех поклонников Сталина и Путина. Все же знают о культовой встрече на Эльбе, где встретились советские и американские войны. Погуглите, где она произошла. Посмотрите на точку на карте. Посмотрите, какую часть Германии заняли советские войска, а какую часть американцы с Великобританией. И вы реально будете в шоке. Соотношение примерно 85% к 15% и не в пользу СССР. При этом американцы за все время войны потеряли 400 тысяч убитыми. Германия потеряла 5 миллионов человек, а СССР – 10 миллионов. А потери в уже упомянутой Курской битве вообще шокируют. Около 2 миллионов советских солдат сражались с 800 тысячами немцев и погибло 250 тысяч советских солдат и 100 тысяч немецких. И это не из-за того, что советские солдаты плохо сражались. Просто ими руководили люди, которые не умели воевать и которые считали лучшей тактикой это просто пускать вперед пушечное мясо. И это еще стоит отметить, что каждый второй солдат при Курской битве был сильно ранен. По сути, если бы не сильная мотивация простых людей, которые готовы были пожертвовать своей жизнью ради того, чтобы жили другие, то во Второй мировой был бы совершенно другой победитель. И вот сейчас скажите мне, друзья, сегодня, когда Россия напала на Украину и совершает геноцид украинского народа, у кого больше мотивации? У того, кто воюет за будущее своих детей? Или у того, кто воюет за безбредившего пенсионера, спрятавшегося в бункере? Мобилизация на России – это не очень хорошее событие. Это приведет к появлению большого количества российского пушечного мяса. И из-за этого мяса будут гибнуть и украинские воины. И многие защитники Украины не вернутся домой к своим семьям. Ведь призовут на Россию не 300 тысяч, а миллион или даже больше. Конечно, почтальоны на РФ забегаются разносить похоронки, а вся Россия утонет в слезах матерей и жен погибших преступников. Но они ведь реально не понимают, что их главный враг сидит в Кремле. Все их мозги давно выдавлены через уши пропаганды РФ типа Соловьева со Скобеевой. И там на России по факту все равно на то, что весь народ РФ так или иначе замазан кровью украинских детей. А не просто как и раньше – молча смотрят телевизор, читают СМИ и платят налоги. Подведем итог. Что делать россиянам? Не идти на мобилизацию. Несмотря на то, что вы трусливо молчали в 8 лет и особенно в эти 7 месяцев полномасштабного вторжения, когда за ваши деньги убивают других людей. Еще не поздно сказать «нет» Путлеру и его преступной банде. Не молчите. Призывайте останавливать войну. Не можете говорить и язык в одном месте застрял? Тогда уезжайте из страны. Некоторые страны вас еще готовы принять. Прячьтесь, но ни при каких обстоятельствах не идите в армию. Там вас ждет либо смерть, либо если удастся выжить, несмываемый до конца своих дней позор. Почитайте воспоминания доживших до пенсии солдат Гитлера. Эти преступления никогда не отпустят вас. Поэтому любой ценой не берите оружие, не становитесь мясом. Для украинцев я скажу еще раз. Мы сильные. Мы справимся со всем. Ни мобилизация, ни ядерный шантаж, ничего не поможет России совершать ее преступления против человечности. Да, будет сложнее и нужно быть к этому готовым, но пройдет время и мы будем снова смотреть в небо, не опасаясь, что оттуда прилетит ракета Путина. Стоп, подождите-ка и дослушайте. Только что солил себя на мысли, что когда-то давно, делая ролик про Вторую мировую войну, я как-то подумал, интересно, а что чувствовали люди Советского Союза, когда узнали, что Германия капитулировала? И так вышло, что оказывается, в моей жизни будет такой же день, когда мы все узнаем, что Россия капитулировала. И в нашем жизни будет настоящий день победы. Слава Украине!